Детская школа искусств номер 2 Евгений Козлов отдал 8 лет своей жизни и не жалеет ни об одном из них. За это время молодой человек не просто научился играть на гитаре, он нашел то, чем хотел бы заниматься всю свою жизнь. Его сольный концерт, приуроченный к празднанию 25-го дня рождения школы, это особая форма благодарности за знание и тепло, которое ему здесь подарили преподаватели. По мнению его преподавателя Ирина Федельман, Евгений давно перегнал учителя в мастерстве и знаниях. Превзошел так, что мне приходилось очень часто обращаться в консерваторию, когда мы учились здесь, учились в старших классах, я понимала, что я с такой программой взрослой. Мы играли взрослую программу, мужчины 30 лет с ним выходили на сцену и они играли то же самое. Конкурсы, концерты, прослушивания во время учебы Евгения Козлова в Дыши номер 2 стали обычной практикой. Ежегодно молодой человек участвовал и побеждал более чем в 50 конкурсах самого разного уровня. Одно из самых ярких воспоминаний оставили Дельфийские игры. Здорово было, я был в первый раз на Дельфийских играх, для меня это было новое, то, что вся эта вот общая компания музыкантов, людей, связанных с искусством, танцоры и так далее, все варятся в одной вот этой вот общей такой большой кухне, да, в таком общем большом мероприятии и делают одно дело. Сам Евгений тяготеет к классической гитарной музыке, но рамок старается себе не ставить и с удовольствием слушает и играет и современные произведения. Любимый исторический период – начало 20 века. Именно в это время произошел скачок и развитие музыки, начали появляться новые жанры и течения. В свой сольный концерт музыкант постарался собрать самые любимые композиции. Сольный концерт, он дает тебе понять, что ты смог подготовить большую программу полностью, которую ты не боишься вынести на публику. Это как такой праздник для музыканта, когда ты понимаешь, что ты очень долго занимался, занимался, и вот сейчас у тебя есть возможность показать все, что ты сделал, принести вот эту вот радость людям своей музыкой. Сегодня Евгений Козлов учится в музыкальном колледже имени Скрябина. И как только эта высота будет взята, он хочет реализоваться как сольный исполнитель и поездить с концертами по миру. По словам окружающих, для него это не вопрос возможности, а вопрос времени. Кирилл Васеньев, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.